Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского проводит конкурс «Серафимовский учитель» с 2005 года. За это время в нем приняли участие более 2,5 тысяч педагогических работников из 72 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Традиционно заявки на конкурс присылают саровчане. В этом году впервые решил поучаствовать в Серафимовском учителе и педагог лицея номер 3 Юрий Чеснов. Это какое-то некое братство людей, для которых важно то, что они воспитывают в детях и вот такое трепетное отношение к своей истории, доброту, любовь, терпение и умение понимать друг друга. Патриотизм не на пустых каких-то таких показушных акциях, а именно на конкретных событиях, конкретных людях. Поэтому вот хотелось как-то прикоснуться, наверное, к этому братству, что ли. Потому что я считаю, что, наверное, вообще каждый учитель он серафимовский. То, что у нас в профессии по-другому нельзя. На конкурсе Юрий рассказал о Музее Победы в родном лицее. Этот музей основали практически сразу, как открыли школу. Сначала это был классный уголок. Спустя 18 лет накопилось столько экспонатов, что для коллекции выделили отдельное помещение. Учителя, которые работали в то время, сами воевали. Они сделали все, чтобы память о той страшной войне и героизме наших соотечественников, отдавших жизнь за родину, сохранилась. Сейчас пополнять экспозицию помогают друзья музея, представители общественной организации «Дети войны» и люди, которые занимаются раскопками на местах боевых действий. Музей действительно живет, обновляется. Каждый фактически год у нас появляются новые экспонаты, очень интересные, редкие, которых я, побывав в разных музеях, не во всех видел. С последних раскопок они привезли под Демянском гранату особого образца времен еще Первой мировой войны. Как она попала на фронт Второй мировой войны под Демянском, тоже никто не знает. Есть музеи предмета солдатского быта, сделанные вручную из жестяных банок. Боевой листок, военная техника, остатки взорванного советского самолета. За время пандемии музей немного реконструировали. Сейчас он вновь готов принимать посетителей. Находишься, когда в музее, тут, в общем-то, нет возможности соврать. Ну, просто даже не сможешь ты это физически сделать, когда на тебя смотрят все вот эти поколения, глаза ветеранов, которые столько настрадались. Здесь ты действительно искренний. В будущем Юрий Чеснов хочет создать виртуальный макет музея, чтобы возможность познакомиться с экспозицией была не только у жителей нашего города. Егатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.